Чем тогда от государственного учреждения сей Дом Божий свящается? Как раз я говорю, пишу, как раз об этом. Что мы должны смотреть выше голов человеческой мудрости. Потому что Евангелие от Иоанна, 12.48, написано, Господь сказал, я не сужу вас. Слово, которое я говорю, оно будет судить. А раз это голые, у нас ничего не будет, кроме дела праведности, которое во имя Христа делали. А мы-то ли мы кровью Христа? Один вопрос. Люди, которые приходят, даже причащаются, они все думают, кровь, это только падает в чаши. Это только производная от Голгофы. Главное, что Христос умер на Голгофе, умер за каждого. И никакими деньгами нельзя купиться. Вот спрашивают, а как тогда жить? Святая Десятина. Мы обязаны Десятину отдать. Я отвечаю на вопросы, потому что здесь я отвечаю на 4124 вопроса. Я спрашиваю людей, а вы знаете, что благословение и проклятие? Ну да, благословение хорошо, а проклятие плохо. Ну а что такое благословение? Ну не может человек выразить. Благословение это значит потоком милости Божией. У тебя нормально с женой, нормально с детьми на работе, то есть скотина плодится в государственном мирном положении. Это благословение. Откуда оно идет? Следующий вопрос. Где оно первое благословение? Первое. Авраама Бог благословляет. Господь говорит, благословляющих тебя благословлю, а проклинающих проклянул. Хочешь быть благословленным, никогда не проклянай еврея. Так они обобрали все. Ты все правильно сказал, но не проклинай. Заповедь. Да. А последнее, а последнее, в книге Малахия читаем, Господь говорит, проклятием вы прокляты. Вы обкрадываете меня. А народ спрашивает, чем обкрадываем? Он говорит, десятийные приношения. Ты никогда не рассуждая о том, много у тебя, мало отдай. Это Богу принадлежит. Как просто сказать так. Я заработал 90. Бог приложил десятку и говорит, своей рукой пойми, да это мое. А ты не даешь, ты меня обкрадываешь. А ты свистая Библия говорит. Вот это последнее благословение в Ветхом Завете. О десятине. Так священник и так все. И себе не надо оброшлажать, если нет. Ты для Бога делаешь. Мы иной раз перекидываем события, которые нужно отвечать по Божьему, по человеческой мудрости. Богу это не надо. Богу нужно сердце чистое и слух внимательное. Да будет воля твоя, не моя. Вот я услышал этот год, я голос не слышал, а бутрим сердцем понял. Это нужно делать. Я когда видел рассказы, они не могут поверить. Я услышал, когда в десяти, сердце образовал, если вам будут платить не одну, девять. Я прошу 50 лет в этом направлении. Все время приходится на две, три работы устраиваться. Я люблю моего Христа, который умер за меня. И это все, что сделано в военных листах. Конечно, вопрос у всех почти такой. А зачем вам это нужно? А зачем это делать? Это самый глупый, извините меня, житейский вопрос. А зачем тебе? Раз я делаю, значит... Я делаю, потому что, я говорю, мой народ, моя страна, грозная опасность исчезновения. Разрушили союз. Поставлена задача уничтожения славянской нации. Союз. Ну, это комитет 300 говорит. А что, можно остановить? Нельзя. Игнатий Бреничанинов говорит, немощной, человеческой рукой, не покусись, остановить поток, тебя сметет. Но я обязан делать. Но если никакого результата нет, Бог судит не по результатам, а по твоему труду. Если я чудотворец, могу горы передвигать. А какая у меня-то награда? Я сказал, гора двинулась. Но если сказано было, там на горе бедная, ты иди помоги, вскопай землю, награда тебе за это будет. Это, ну, я отвечаю в разных, я все отделы милиции делал занятия много лет, во всех воинских частях. У меня ареал вообще безграничный пошел. И все это выражено в москлибе. Плохо, чтобы амбутурно было. Дело в том, что сейчас экзамены идут. Мы реально настолько сейчас в цыгноте, в полном. А приглашать, допустим, малышей, которые на площадке... Нет, наш, просто коллектив. А, весь коллектив был сейчас. Это весь наш коллектив. Ну, на Новошахтинске, там, видите, там человек 14, мы посчитали. Они всех собрали сразу. Нет, нас всего пятеро. Ну, пятеро. Бывает по-разному. Бывает один приходишь, а бывает прям, ну, целый коллектив. Мы просто обладаем этим. Вот, когда зайдете на наш сайт и на форум, там 971 ролика нас снятых. Ролик, это конкретно, как у нас идут за... Мы по стране проехали, положение церкви страшное, просто страшное. Народ ничего не знает. Везде мусульмане, работают на дорогах, как будто уже страна наша мусульманская. У нас развалины. Какие развалины? У нас монастырь построили. Я говорю, развалины духовные. Да вы что? Он не верит. Я ему тогда открываю газету, говорю, смотри. Вот святейший патриарх Кирилл. Он говорит, проехал до востока, состояние церкви, духовные развалины. Так это патриарх, что-то. Ну, наверное, так. Я сказал, во внимание. Но когда я подтвердил патриарх, он сразу согласился. Так нельзя. В Библии написано, как заговорил богатый, превознесли до благов. Заговорил бедный. А кто это такой? Ну, к сожалению. И в мирской жизни у нас было. Не могу скрывать ничего. Должен сказать. Вот это вот сокровище, я напоминаю еще раз. Если будет у вас беда какая-то с библиотекой, все меняется. Сохраните, раздайте. Это не потеряйте. Нет, ни в коем случае. Я вам даю на это абсолютно свой повод. Вам не надо говорить, как книги издано. Вот здесь даже, смотрите. Это перекомпоновка моя. Даша. Которые помогали люди. Здесь показано все. Даже где-то. Посмотри, я последний том хотя бы покажу. А вот 26-й. У вас время есть?